Апрель готов кого-то подколоть и удивить Контент будет упомянут. Поговорим о нем в конце выпуска. Ну а пока переходим к тем немногим, но все же интересным самостоятельным релизам. Меня зовут Глеб Мещеряков. Это StopGame.ru. Апрель. Выход Monster Back, о котором пойдет речь в начале, конечно, нельзя назвать громким событием. Зато данная аркадная игрушка, несомненно, придется по вкусу многим любителям этакой несуразной психоделии и эксклюзивных возможностей приставки PlayStation Vita. Все остальные могут спокойно проходить мимо. Апрельскую засуху в меру своих сил пытается смягчить компания Daydalic Entertainment, представляющая парочку адвенчур от сторонних студий. Первая носит лаконичное название Fire и отсылает нас в каменный век на помощь пещерному человеку, озадаченному поиском огня. Что интересно, история будет подаваться без слов. А вот в Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today диалогов, судя по заявлениям разработчиков, должно хватать. Игра вообще исполнена по классическим лекалам, а в качестве примеров и ориентиров называются Day of the Tentacle, Monkey Island и Broken Sword. Хотя, надо заметить, чисто визуально квест выглядит куда мрачнее. Ну и вот событие, благодаря которому апрелю можно простить все. Выход Mortal Kombat X. Лично у меня нет никаких сомнений в том, что игра получится не менее замечательной, чем перезапуск 2011 года. Жду с большим нетерпением и морально готовлюсь к стоп-геймерской стрим-заварушке, где нужно будет опять надрать всем задниц. Окончательный релиз еще одной реинкарнации классики 90-х, культово-автомобильного беспредела под названием Carmageddon, намечен на 23-е число. Игра пробыла в раннем доступе год и обросла тысячей положительных пользовательских отзывов. И все это, несмотря на изначально скептический настрой общественности. Horror Collet будет особо интересен российскому игроку, ведь повествует он о загадочном событии, случившемся в 1959 году на Северном Урале, вместе, впоследствии названном Перевал Дятлова. Ожидаются очень качественные натуралистичные локации, а также Шон Бин в роли рассказчика. Если в свое время оригинальная Dungeons проследовала мимо вас, то спешу сообщить, что эта серия игр основывается на принципах, заложенных в свое время знаменитый Dungeon Keeper. Будь плохим, отстраивай и отстаивай свое подземное королевство. Так что, если заскучали по подобным вещам, обратите внимание. Вот и все. Я же вначале говорил о том, что с релизами нынче туговато. Как и о том, что сегодня будут упомянуты дополнения и переиздания. К этой части программы и переходим. Без плашек и обстоятельных представлений, лайтовым образом. Приступить к делу в дополнении Get to Work для The Sims 4 вы сможете уже второго числа. Тех, кого впечатлил яркий хаос в Sunset Overdrive, должны порадоваться пришествию Dawn of the Rise of the Fallen Machines. Похождение Джулии Кидман в рамках ужасов в The Evil Within продолжится 21 апреля, вместе с выходом в The Consequence. Возможности Age of Wonders 3 скоро расширятся благодаря DLC под названием Eternal Lords, а в конце месяца Broken Age, разбитое в свое время на два акта, наконец-то станет полноценной. Так, это у нас были всякие дополнения и расширения. Переходим к фортам и переизданиям. Словно мостик между этими областями, раскорячился Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, который и то, и другое, и третье, и четвертое. Игра State of Decay, до этого обретающейся на компьютерах и Xbox 360, заявится и на One, присовокупив к своему названию броское словосочетание EA One Survival Edition. Ну а те, кто устал от крови, кишок и этого самого, могут обратить свое внимание в сторону переиздания Сибири для PlayStation 3. Да, именно 3, хотя вроде бы уже пора 4. Так или иначе, называться это дело будет Siberia Complete Collection. А еще Grand Theft Auto V наконец-то заявится на ПК. Ладно, эта шутка уже была, так что не актуальна. Конечно же, GTA 5 на компьютерах не будет. Как это, не печаль. Но, думаю, вы найдете, чем себя развлечь этим апрелем. А перечисленные ранее игровые проекты, конечно, постараются вам в этом помочь. Как и мы, сотрудники сайта stopgame.ru. Заглядывайте почаще, впереди много интересного. Все, ушел. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok